Учения состоялись по инициативе Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Октябрьской области. Благополучная эпидемиологическая ситуация Китайской Народной Республики нами сегодня совместным приказом областным департаментом контроля качества управления по Октябрьской области и отделенческим управлением контроля качества и безопасности на транспорте проводится тренировочное учение по выявлению условного больного, подозрительного на пневмонию с неизвестной теологией. Согласно легенды, больной прибывал в служебной командировке в городе Ухань по возвращению с Астаны, с Нуршультана до Октябрьской почувствовал себя недомогание температуры, повышение температуры, кашель. И вот сейчас при досмотре специалистами санитарно-карантинного пункта в международном аэропорту Октябрь было, значит, к тепловизорам, значит, обнаружено температуру, повышение температуры. И больной сейчас изолируется в изолятор, и дальнейшая, значит, тактика действия. Согласно оперативному плану, значит, утвержденного заместителем Акима Октябрьской области, формируется, значит, группа, консультативная группа, дезинфекционная группа и, значит, эпидбригада. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по информации от КАСТАК, все санитарно-карантинные пункты переведены на усиленный режим. В случае обнаружения инфекции по трилоге будут задействованы специалисты санитарно-эпидемиологической службы, врачи-вирусологи, инфекционисты и сотрудники противочумной станции. Одним из инструментов для дистанционного обнаружения людей с повышенной температурой является тепловизор. В самолете, значит, у нас по-октябрьской, значит, все авиарейсы прибывают внутренние авиарейсы. Международные авиарейсы с общением, значит, с Китайской Народной Республикой прибывают в основном в городе Нушултана и Алмата. В городе Нушултана и Алмата тоже проводится там контрольная проверка, то есть проверка дозиметром всех пассажиров, прибывающих. А в дальнейшем, согласно, значит, инкубационные периоды, конечно, на тот момент могут не выявиться, но в ходе, в дальнейшем, согласно инкубационного периода, например, течение там у них продлевается в среднем от 2 до 7 дней, но максимум до 10 дней. Вот в этих пределах, значит, мы можем, значит, определить здесь, международному аэропорту. При выявлении жалоба пассажира в воздушном суду, значит, стуардесса передает командиру воздушного судна, командир воздушного судна передает ДСП, то есть диспетчерскую службу, а дальнейшая тактика отрабатывается согласно оперативным планам. Напоминаем, в декабре в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку. По последним данным, установлено более 870 инфицированных человек, 26 умерли. Асаньяров Руслан, Жаслан Жубаев, программа «Факт».